В Югре назвали победителей конкурса лучший МФЦ округа. Первое место в номинации среди крупных центров признан МФЦ Урая, а среди небольших лидером стал центр в Сургутском районе. В числе призеров конкурса и организация Лангипаса, где работает один из лучших универсальных специалистов. Так, с начала года там оказали более 45 тысяч услуг населению. Объем работы огромный, как удается справляться коллективу с поставленными задачами в материале наших коллег. 98% довольных клиентов. Цифра достоверная. Результат кропотливого труда всего коллектива. Работу сотрудников многофункционального центра посетители оценивают высоко. Эксперты помогают, разъясняют и решают проблемы. Девочки хорошо работают, мне здесь нравится. По возможности приезжаю сюда. Первый раз здесь, говорю, нахожусь, поэтому ничего не могу сказать. Сейчас будем посмотреть, как работают. Очень отлично. Вежливо разговаривают. А что для пенсионера и вообще для человека нужно? Вот уже 6 лет специалисты помогают горожанам собирать пакеты документов, принимают и обрабатывают запросы. Их в этом году было больше 45 тысяч. И это при том, что население Лангипаса около 43 тысяч человек. 50% обращений – получение пенсии, пособий в России, помощь нуждающимся гражданам, стипендии, гранты и материнский капитал. Эксперты утверждают, что с каждым человеком работают индивидуально, разъясняя при этом все детали обращения. Мы, в свою очередь, улучшаем качество предоставления услуг. С этой целью в этом году был приобретен сканер с высокой скоростью и качеством оцифровки сканирования. Вот он. Даже инструкция перед ним для настройки. Пока он в тестовом режиме. Новое оборудование позволит максимально точно оцифровывать пакеты документов для дальнейшей работы. Отныне нечеткости исчезнут. Установка – главное приобретение в этом году, которую совсем скоро оценят и Лангипасцы. А вот что давно пришлось по душе и активно используется – портал государственных услуг. Сейчас представить свою жизнь без личного кабинета практически невозможно. Заказать справку, записаться напрямую к врачу, получить информацию о трудовом стаже можно через компьютер или смартфон. Самым удобным, естественно, является подача документов в электронном виде. И все это без очередей, бумажной волокиты и временных затрат. Портал государственных услуг – альтернатива многофункционального центра. Перечень возможностей все больше и больше. На сегодняшний день структурные подразделения администрации города Лангипаса позволяют жителям нашего города оказывать услуги тоже в электронном виде. Так, из 50 муниципальных услуг, которые оказываются в администрации города Лангипаса, 18 услуг у нас переведены в электронный вид. В перспективе внедрения в электронный портал услуги финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. Суть в том, что предприниматели будут подавать документы не в администрацию, а с помощью интернет-сервиса. Идея пока в стадии разработки. Вполне возможно, что она заработает уже в следующем году. Маргарита Семенюк, Владимир Чубадаев, Вести Егория, Лангипас.